Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Евгения Даровская. Смотрите в программе. Всю зарплату на бензин. Почему цены на топливо в крае ставят олимпийские рекорды? Покорившие Америку, барнаульские полицейские вернулись чемпионами мира со всемирных игр. Темный лес, как не наломать дров, проводя санитарные рубки. Два филиала Алтайского государственного университета, Белокурихинский и Рубцовский, в разгар приемной кампании остались без аккредитации. В результате плановой проверки Рособранадзор обнаружил ряд нарушений. Они касаются несоответствия образовательным стандартам, уровня содержания и качества подготовки студентов. Но речь идет о так называемом специалитете. В Белокурихе это гуманитарные науки, в Рубцовске экономика и управление, а также информатика и вычислительная техника. Руководство ВОЗа заявило, что, цитируем его, просто хотят ткнуть носом. Замечания Рособранадзора не являются грубыми и уже устранены. На работе учебных заведений временное отсутствие государственной аккредитации никак не отразилось. Все выпускники уже получили дипломы государственного образца. Отчеты об устранении замечаний отправлены в Рособранадзор. В алтайских филиалах рассчитывают в ближайшее время получить приказ из Москвы об аккредитации. Эта проверка проводилась заочно, без выезда филиал. Ее решения были оспорены в судебном порядке. В Белокурихе, Рубцовске и суды вынесли положительное для нас решение. Поэтому мы ожидаем, что все эти нарушения будут признаны недействительными. Есть риск, что цены на бензин в Алтайском крае опять подорожают, хотя цена на нефть на мировых рынках падает. В региональном топливном союзе нам объяснили, что доля стоимости сырья в конечной цене не превышает и 10%. Эксперты объясняют, на рост прайса на топливо в России повлияло повышение акцизов на нефтепродукты и ставок на пользование недрами. Ждать ли в крае нового бензинового кризиса, выясняли наши корреспонденты. Утром 33, вечером 35. Цены на бензин в Алтайском крае ставят буквально олимпийские рекорды. Если в среднем по России за прошедшую неделю 95-й подорожал на 20 копеек, то в Сибири, в том числе на Алтае, на рубль, а то и на 3. Независимые операторы объясняют, это еще по-божески. Ведь для них оптовая цена за два месяца выросла на 20%. Это значит, каждый литр стал дороже на 7 рублей. Всех нужно беспокоить, заправляемся каждый день. Деньги-то, зарплата не растет, а бензин дорожает. Лучше пешком ходить, даже общественно уже дорожает. 17 рублей уже. Ситуация может усугубиться, если местный топливный рынок монополизирует крупные нефтяные компании, говорят в Краевом топливном союзе. Накануне организация обратилась в Федеральную антимонопольную службу. С просьбой проверить, законно ли «Газпромнефть» повысила оптовую стоимость на все виды топлива, при этом на своих заправках цену не изменила. В таких условиях независимые операторы не в силах конкурировать с госкомпаниями. Это на самом деле нонсенс, когда оптовая цена на сегодняшний день выше, чем розничная. Причем операторы готовы вплоть до того, чтобы покупать бензин на АЗС нефтяных компаний в бензовозы. Но поскольку такая деятельность запрещена, это сделать невозможно. Юрий Матвейко рассказывает, после повышения топливных акцизов в январе 2015-го, та же «Газпромнефть» держала оптовые цены в течение четырех месяцев. И только затем в один момент резко подняла прайс, включив всю упущенную за это время выгоду. Меня вообще поражает, что в России повышаются цены на бензин. Так как Россия является мировой нефтедобывающей державой, цены на бензин не соответствуют действительности. В Топливном союзе опасаются, что такое положение дел может привести к закрытию небольших частных заправок. Это может ощутимо ударить по потребителям, ведь в 22 районах края работают только местные операторы. Значит, некоторые территории могут вовсе остаться без топлива, опасаются в Союзе. Но надеются, что антимонопольщики и прокуратура смогут умерить аппетиты госкомпании и не допустят критической ситуации. Маргарита Белова, Маруся Загорская, Алексей Фризин. Наши новости. Уже неделю в крае ищут солдата из Олейской воинской части. 19-летний Иван Греб призывался из села Алтайска и после прохождения срочной службы остался в армии по контракту. 2 июля в 2 часа ночи он ушел из части в магазин и не вернулся. Военная прокуратура по данному факту проводит проверку. Предварительно установлено, что никаких конфликтов в части у Ивана не было. Родители солдата уже поставили в известность. Поиски продолжаются. Избивавшая детей воспитательница осуждена, но не понесет наказание. В Барнауле вынесен приговор женщине, которая в прошлом году неоднократно избивала 4-летних малышей, кричала на них и запирала в темной комнате. Когда о происходящем узнали родители, женщину уволили и возбудили уголовное дело. Бывшей воспитательнице грозил штраф до 100 тысяч рублей и обязательной исправительной работы до двух лет. Женщина раскаялась, а суд признал ее вину. Но ожидаемого родителями наказания так и не последовало. В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала в полном объеме, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. И уже в суде женщина была признана виновной, уголовное дело было прекращено в связи с амнистией, приуроченной к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, что не является реабилитирующим основанием. Группу черных лесорубов задержали в Тольменском районе. Чтобы остановить их, полицейским даже пришлось стрелять по колесам. Против правонарушителей уже возбудили уголовное дело, но если незаконные вырубки – это бесспорная угроза для лесного фонда, то с так называемой санитарной рубкой, призванной омолодить лес, дело обстоит не так однозначно, уверены экологи. Однако алтайские лесоводы настаивают рубить надо больше и чаще. Доводы одних и других выслушала Екатерина Гаськова. Их повидали дед, отец и внук. А вот правнуки, похоже, не отдохнут под сенью хвойных веток. О соснах старше 100 лет лесоводы говорят – переспели. Перспектива таких массивов, по их мнению, вовсе не темный лес. Либо погибнут сами, либо пойдут под нож санитарной рубки. Сейчас мы видим, что насаждение загущено и никакого подроста нету. Хотя насаждению уже 75 лет. И мы дотянем этот период до 120 лет. 120 лет никакого подроста не будет и насаждение само будет подвержено гибели. Арендаторы алтайских лесов уверены – вековые сосны отбирают жизненную силу у молодняка своими мощными корнями и кронами. И таких перестойных насаждений утверждают в Алтай-Лесе в ряде районов – почти 80%. Чтобы проредить этот массив, специалисты намерены повлиять на законодательство. Эта возможность обсуждалась на недавнем совещании. Сейчас лесной кодекс позволяет рубить до 30% деревьев на гектаре. Алтай-Лес предлагает поднять планку. Хотя бы 50%. Сегодня, допустим, те же скандинавы. Они бы рубили бы 80% и они были бы правы. Я как лесовод считаю, что 80% – это нормально. Так рубить с плеча, считают экологи, по меньшей мере опасно. Как нам пояснили в Институте водных и экологических проблем, сосна полна сил и способна очищать воздух и в 120, и в 140 лет. Экологи и правозащитники считают, если срубить те 80%, которые Алтай-Лес посчитал перестойными, последствия будут необратимыми. Почему? Потому что при такой заготовке никакой подростки не сохранится. Реликты, которые есть там приложены, это растения, они, конечно, погибнут. Эти краснокнижные птички, конечно, не улетят. Мы предлагаем ввести мораторий сегодня на заготовку древесины, вплоть до приведения лесничеств в соответствие с законодательством, лесохозяйственными регламентами. На сегодняшний день они не соответствуют закону. Это подтверждено и прокуратурой, и результатами обследования. Защитники леса намерены бороться до конца, даже направили обращение к губернатору края. Пока новый закон не принят, они надеются, что их инициативу не срубят на корню. Екатерина Гаськова, Маргарита Белова и Павел Лауронин. Наши новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала руководство Германского совета лесного хозяйства продолжить сотрудничество с Алтайским краем. Напомним, в начале июня делегация немецких специалистов посетила международный форум в нашем регионе. Гостям показали, как работает лесосеменной комплекс в Бобровском лесничестве. Крупнейший за Уралом питовнем поразил представителей делегации размерами и профессионализмом сотрудников. Президент Германского совета лесного хозяйства Георг Ширмбек выразил благодарность и надежду на продолжение сотрудничества. Специальная экскурсия в Алтайском крае была очень конструктивной для нас. Все проведенные дискуссии на тему леса были высокого профессионального уровня. В беседе с Ангелой Меркель она настоятельно призвала меня продолжать наше сотрудничество на экспертном уровне. Цены на авиабилеты в Алтайский край могут снизиться, но только для туристов, направляющихся отдыхать на Бирюзовую Катунь. Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин во время своего визита на Алтай. Перспективы развития туристической отрасли обсуждали на территории особой экономической зоны. В частности, речь шла о расширении Чуйского тракта до четырех полос, что, по мнению чиновника, позволит увеличить поток туристов в регион. Также обсуждалось строительство водозабора, комплекса тепловой генерации, дороги и дальнейшего благоустройства в Бирюзовой Катуне. Помощник президента заявил, что эта туристическая территория имеет все шансы стать круглогодичным курортом. Ну а чтобы это произошло как можно скорее, Игорь Левитин предложил создать совместность с федеральным центром орган, который бы координировал работу. Конечно, очень важно это культурное наследие. То есть люди должны понимать, куда они приехали. И вот это культурное наследие, история, и вот то, что здесь создана галерея, исторические музеи и так далее, это все воспитание, которое идет. Вот это я назвал, все остальное это экономика. Человек пусть сам выбирает. Он хочет на Камчатку лететь, в Крым, в Сочи или на Алтай. Ну, кстати, Алтайский край с бюджета страны на развитие туризма получил в этом году почти полмиллиарда рублей. Средства пришлись, кстати, после масштабного прошлогоднего наводнения, в прямом смысле подмочившего туриндустрию в целом ряде районов. О том, как встает на ноги туризм в Черышском районе, в репортаже Михаила Ширина. Хариуса лучше всего ловить у скалы рыцарь, а таймень клюют у безымянного грота. Рыбалку, сплавы и просто тихий семейный отдых на берегу Черыша обращает дорога. Проехать без проблем на базу после недавних ливней может только грузовой транспорт. Во время паводка, значит, у нас были разрушены совершенно подъездные пути. Вот эта дорога, она провалилась буквально почти на два метра. Устранение последствий паводка обошлось семье Пастуховых в 800 тысяч рублей. Но уже в этом сезоне кемпинг «Ауловский Плёс» начал снова приносить прибыль. Сейчас просто погодные условия не дают нашим туристам в полном объеме нас посетить. Но я думаю, как только восстановится погода, начнутся солнечные деньки, поток восстановится вновь. Дома у нас заняты, забронированы заблаговременно. Постучалась большая вода и в ворота этого зеленого дома. Житель села Черышского Дмитрий Карцев с содроганием вспоминает, как выбрасывал лопатой нанесенные на клумбы ил и ставил на место развороченные стихии домики. Все, что было здесь, все занесло гравием и илом, вода была выше. 270 тысяч рублей компенсации от государства за пострадавшую базу оказалось мало. «Что нам помогло государство, это этих денег и вот за, как бы, хватило, да, ну вот на ремонт и все прочее, потому что мы, но ущерб сильный произошел от потери туристов». Впрочем, стройка не останавливается и тут. Беспокойного соседа реку Черыш Дмитрий запер в баню. Пусть поработает. «Вот здесь из парилки прям скатываешься в бассейн вниз. Да, вода там холодная, из реки». Так или иначе, от наводнения пострадали все турбазы в районе, говорят в местной администрации. Однако свой бизнес не бросил никто. Более того, новых предпринимателей от туриндустрии здесь всегда ждут охотно. Для этого созданы все условия. «Они получают 58 тысяч частников, которые сам для себя все оформляют, частные предприятия. И свыше 100 до 200 тысяч получают те, кто будут работать с наемной рабочей силой. Мы такие вещи рассматриваем буквально сразу». Потенциал местного туризма здесь видят большой. Есть и свои козыри. Это богатое культурное наследие, исторические памятники казачьей традиции. Ну и немного фантазии. Например, камень желаний. Для туристов работает безотказно. «Ну вот это наша такая достопримечательность, нашего ауловского плюса». «Я, наверное, тоже загадаю желание тогда, чтобы все было хорошо и туризм развивался». Михаил Ширин, Павел Лауренин. Наши новости. О спорте. В эти минуты в Рубцовске идет церемония открытия Олимпиады малых городов Алтая. Для участия в ней съехались 10 местных команд и 2 казахстанские. Соревнования по 12 видам спорта будут идти все выходные. В понедельник наши новости подведут итоги местной Олимпиады. А сейчас с нами на связи заместитель начальника краевого спорта управления. Для проведения 7-й летней Олимпиады городов Алтайского края выделено 3 миллиона 800 тысяч рублей. Вот мы находимся сейчас на стадионе «Торпеда», где лежат буквально новые, бахнут еще краской, наливные электрические дорожки. Вблизи Вашингтона состоялись всемирные игры полицейских и пожарных, в которых участвовало около 12 тысяч спортсменов из 70 стран. Соревновались в 60 видах. Это крупнейший международный спортивный форум после Олимпиады и Универсиады. Российская команда выступала под флагом общества «Динамо». Завоевала третье место после США и Канады. В состав вошли 265 человек, среди которых 11 заслуженных мастеров спорта, таких как олимпийская чемпионка по легкой атлетике Гульнара Галкина-Самитова, неоднократный чемпион мира и Европы по плаванию Евгений Каратышкин, чемпион мира по боксу Сергей Водопьянов. Блестяще выступили и два алтайских спортсмена. Подполковник полиции, представитель регионального управления ФСКН Александр Суховерхов. У него серебро и золото в карате. Впервые в истории этих игр сборная России победила в командном кумите в карате. В полуфинале наши были сильнее США. В финале уложили канадцев с сухим счетом. То есть каждый российский каратист выиграл у своего оппонента. А старший лейтенант полиции Алексей Филиков смог снова стать первым в боксе среди тяжеловесов, в финале одолев индийского коллегу. Мне запомнился личный поединок, финал в разделе карате и первый поединок по тэквондо. Эти два поединка мне запомнились. По тэквондо запомнился тем, что я недооценил соперник. Этот соперник был для меня новый, с Финляндией. То есть я его не видел до этого на играх полицейских. Ну и, скажем, был настроен на легкую победу. В результате получился очень упорный бой. И в итоге по тэквондо я проиграл. Чемпионами становятся через трудности. Практикуйте, получится. Попробуем, Юра. Спасибо. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните к нам в редакцию 659-129. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова